Боевики Гелл отказались покинуть город Манбидж на севере Алеппо. Курские полченцы окружили поселение и предложили экстремистам уйти по двум коридорам. Тех, кто хотел согласиться, террористы казнили. Подробности узнаем у нашего корреспондента Артура Кибекова. Артур, приветствую тебя по телефону с нами, Артур. Город штурмует уже три месяца. Почему затянулось взятие Манбиджа? Почему террористы отказались? Оксана, я вас тоже приветствую. Приветствую всех зрителей. Хочу связь проверить, как вы нас слышите. Слышно отлично, Артур. Внимательно тебя слушаем. Да, Оксана, операция действительно затянулась очень долго уже длится. Демократические силы Сирии, это курдийские ополчения и арабские племена действительно вошли в город Манбидж. Заняли только один восточный район и два квартала с юга. Но им больше не удается продвигаться вперед. Очень большое сопротивление оказывают боевики ИГИЛ. Дали при сагу на смерть почти полторы тысячи ИГИЛовцев. Но против них идет тоже достаточно отрядов, там около трех тысяч бойцов демократических сил Сирии, которые окружают Манбидж. Мы слышим часто заявления о том, что ИГИЛовцы прививают эту блокаду то ли в сторону севера, в сторону города Джараблюс на границе с Турцией, то ли в сторону Эль-Баб на северо-восток Алеппо. Это южнее Манбидж. Действительно им помогает еще и коалиция в главы США. Многие страны заявляют о том, что они наносят удары, точные удары в Бригород Манбидж, в самом Манбидж. Мы все прекрасно знаем, зрители тоже знают о том, что сейчас обсуждаются последние французские удары, нанесенные по самому Манбидж, в результате которых погибло 130 мирных. Но почему-то мы пока не слышим о том, что у ИГИЛовцев серьезные потери. Скорее всего, есть две версии. Первая версия – это то, что коалиция в главы США уже бабаивается нанести по ИГИЛовцам удары, чтобы мирные не погибали. Это одна версия. Вторая версия, она более праведливая. Это наши источники нам рассказывают из демократических сил Сирии о том, что недостаточно есть сил, чтобы взять этот город. То есть демократические силы Сирии в принципе не хотят в полный бой поступить с ИГИЛовцами, так как происходит у подразделения сирийской армии, которые поддерживают ВКС Россия. Берем в пример город Пальмир, который впал в руки подразделения сирийской армии спустя четырех дней после штурма. Берем в пример город Калькар-Ятень, который впал спустя 48 часов всего лишь после штурма. А Мамбедж штурмует действительно уже третий месяц. Многие заявления поступали из уст командиров демократических сил Сирии через посредников, тайные посредники, которых не разглашаются. Предлагали они ИГИЛовцам отступить с города в сторону Джараблюс или Ильбаб, или даже в сторону Раки. Это достаточно длинный коридор и долгие. Но ИГИЛовцы отказались. И ИГИЛовцы сначала перенесли это предложение всем, а после этого только поняли, кто может быть настроен за отступление с города. Спустя несколько часов специальные отряды ИГИЛ стали собирать этих людей, которые соглашались на отступление. Это и мирные люди, среди них и сами ИГИЛовцы. И были казнены действительно 550 человек. Среди них 200 самых террористов ИГИЛовцев в разных районах Мамбедж. Последнее скажу о том, что террористы ИГИЛ держат достаточно сильную оборону. Они в контратаках даже ночью идут. Несмотря на то, что коалиция почти не оставляет небо над Мамбедж. Но операция длится очень долго. И естественно есть с чем сравнить. То есть как действует коалиция в главе США и как действует группа ВКС России в Сирии, которые точно реально наносят серьезные удары и наносят огромный ущерб ИГИЛовцам, заставляя их отступать в течение нескольких часов даже иногда. Оксана. У тебя большой Артур. Наш корреспондент Артур Кибеков рассказал о штурме сирийского города Мамбедж в Алеппо. Редактор субтитров А.Семкин